Я хочу вам задать вопрос. Если бы вы умерли сегодня, куда бы вы попали, в рай или в ад? Или по-другому, знаете ли вы точно, что вы окажетесь в раю, когда умрете? Может, вы когда-нибудь задумывались об этом? Библия говорит, что вы можете точно знать, что вы имеете вечную жизнь. В первом послании Иоанна, 5 главе 13 стихе написано так. Это написал я вам, верующим в имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы имеете жизнь вечную, и чтобы вы верили в имя Сына Божьего. Библия также говорит, как человеку обрести вечную жизнь. Для этого вам нужно сначала понять несколько простых вещей из Библии. Во-первых, вам нужно осознать и признать, что вы грешник, потому что Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Как написано, нет никого праведного, нет ни одного. Большинство людей думает, что они не такие плохие люди. Всегда можно найти грешника хуже себя. Но в глазах Божьих совсем другой стандарт, которого нам ничем никогда не достичь. Поэтому Библия говорит, что? Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего. Нет никого, кто понимает. Нет никого, кто ищет Бога. Они все ушли с пути. Они вместе стали бесполезными. Нет никого, кто делает добро. Нет ни одного. Во-вторых, вам нужно осознать, что за ваши грехи есть наказание, потому что Библия также говорит, что плата за грех – смерть. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и смерть грехом, так и смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили. Но Библия не только говорит о физической смерти. В Откровении написано, что смерть и ад брошены были в озеро Огненное, это есть смерть вторая. И всякий, кто не был найден записанным в книге жизни, был брошен в озеро Огненное. Попасть в ад намного страшнее физической смерти, так как ад – это место вечного наказания в огне. Бог также говорит о тех, кто будут туда брошены, говоря, что боязливые, и неверующие, и мерзкие, и убийцы, и блудники, и колданы, и идолопоклонники, и все лжецы будут иметь свою часть в озере, который горит огнем и серой, что есть смерть вторая. Можно заметить, что не всякий человек попадает под каждое определение в этом списке, но как минимум мы все когда-то говорили, и говорим неправду, и являемся лжецами пред Богом. А если честно, мы делаем и другое намного хуже лжи. И так очевидно, что никакой человек не имеет собственных возможностей избавления от этого наказания. Поэтому сам Бог не по делам праведности, которые мы совершили, но согласно своей милости предоставляет нам спасение от того вечного наказания через Сына своего Иисуса Христа, говоря, что «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас». Ибо и Христос однажды пострадал за грехи, праведные за неправедных, чтобы привести нас к Богу, будучи предан смерти воплоти, но оживлен Духом. Иисус был Богом воплоти, прожил безгрешную жизнь, был наказан и распят за ваш грех и за мой грех, и за грехи всех людей. Он был погребен, был мертв три дня и три ночи, и воскрес в оправдание нам. Это и есть та добрая весть, называемая Евангелие, о которой говорит Слово Божье. И так, что же вам нужно сделать для того, чтобы спастись и получить вечную жизнь? Этот вопрос задан и отвечен в Библии очень просто. В Деяния 16, 30 и 31 написано так. «И вывел их и сказал, Господа, что я должен делать, чтобы спастись?» И они сказали, «Поверь вы, Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Ибо так возлюбил Бог мир, что дал своего единственного порожденного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте, что для спасения Библия требует только одного – вашей веры. Там не было отвечено, что вам нужно ходить в церковь, чтобы спастись, или что вам нужно отказаться от себя, или перестать грешить, чтобы спастись, или что вам нужно делать что-то хорошее, чтобы спастись. Единственным требованием является вера в то, что Христос уже сделал для вас. Библия говорит, что «дар Божий – жизнь вечная через Иисуса Христа, Господа нашего». Так и праведностью одного бесплатный дар пришел на всех людей к оправданию жизни. Ибо как непослушанием одного человека многие сделались грешниками, так и послушанием одного многие сделаются праведными. Спасение – это бесплатный дар, за который Иисус уже заплатил своей кровью. И вы можете принять этот дар только веры в только одного – Иисуса Христа. Делая что-либо хорошее, или не делая чего-либо плохого, не даст вам достичь спасения. Как и Библия утверждает, что «благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Дар Божий – не от дел, чтобы никто не хвалился». Если вы думаете, что также, не делая определенные грехи, можно достигнуть спасения, например, как не убить, не солгать, не украсть и тому подобное, знайте, что Бог говорит. Зная, что человек оправдывается не делами закона, а верой Иисуса Христа, мы поверили в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верой Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Закон Божий в большинстве требует послушания в том, чтобы не делать того, чего он запрещает, но этим спастись невозможно. Многие думают, что вера должна быть вместе с делами, чтобы человеку быть спасенным. Но Слово Божие не позволяет смешивать одно с другим, говоря, «Если по благодати, то уже нет дел, иначе благодать уже не есть благодать. Но если от дел, то уже не благодать, иначе дело уже не есть дело». Тому же, кто делает, награда считается не от благодати, но от долга. Но тому, кто не делает, но верит в Того, кто оправдывает Безбожного, вера Его засчитывается за праведность. А также вы должны поверить, как мы уже увидели, только в Иисуса, и ни во что-либо другое, не прибавляя и не отнимая ничего. Как и Он Сам свидетельствует, говоря, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня. И нет спасения ни в ком другом, ибо нет никакого другого имени под небом, данного среди людей, которым мы должны были бы спастись». И в последних вам нужно понять, что вечная жизнь, которую нам дарит Бог, длится именно вечно. Спасение дается один раз и навсегда, потому что Иисус говорит, «Истина, истина говорю вам, тот, кто верит в Меня, имеет жизнь вечную. Я есть воскресенье и жизнь. Тот, кто верит в Меня, даже если и умрет, будет жить тем не менее. И всякий, кто живет и верит в Меня, не умрет никогда. Веришь этому?» Если бы человек, получив спасение, смог бы потом его потерять и, погибнув, уйти в ад, то эти слова Христа были бы ложью. Поэтому, поверив, вам обещано Богом вечное спасение, независимо от ваших дел. Христос говорит, что «Я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут, и никто не выхватит их из руки Моей». Итак, поняв все это, хотите ли вы принять вечную жизнь? Хотите ли вы спастись? Бог желает, чтобы вы жили вечно с Ним, поэтому Он уже сделал за вас все. Ваш выбор – это принять по вере или отвергнуть этот дар, эту искупительную жертву Христа на кресте. Иисус прошел за вас уже все трудное – безгрешную жизнь, наказание и смерть. Только поэтому вы можете верой принять на себя Его праведность и стать достойным вечной жизни через Него бесплатно. Он желает вас спасти и сейчас. Ибо Он говорит, «Я услышал тебя во время принимаемое, и в день спасения помог тебе. Вот теперь принимаемое время, вот теперь день спасения». И духи невесты говорят, «Приди». И пусть тот, кто слышит, скажет, «Приди». И пусть кто жаждет, приходит. И всякий желающий пусть берет в воду жизни даром. «Если вы верите этому и желаетесь спастись, вы можете помолиться и попросить Иисуса спасти вас прямо сейчас. Он дал вам обещание, что если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса и сердцем твоим верить, что Бог воскресил Его из мертвых, ты спасешься. Ибо сердцем человек верит к праведности, а устами исповедание делается ко спасению». Помните, что не словами спасается человек, но искренной, сердечной верой слова лишь выражает это. Вы можете помолиться примерно так. «Господи Иисус, я знаю, что я грешник, достоин наказания ада. Но я верю сердцем, что ты умер, был погребен и воскрес за меня. Я верой принимаю твой дар вечной жизни и уповаю лишь на тебя одного. Спасибо тебе, Христос, что ты спас меня. Аминь». Субтитры подогнал «Симон»